Девушки отдыхают Ты почему не позвонил, что там на ночь останешься? Обиделся? Лидия Я... Я виноват Нет, молчи Это я не права Просто я очень дергалась Из этого открытия Но я же понимаю, что Ребенок важнее Давай друг другу все прощать Войдите Галина Петровна Освободите меня от ночных дежурств Здрасте Тебя освободи, ее освободи Мне что ли сюда переселиться? Мне нельзя по ночам дежурить А мне можно Мне все можно Ты молодая А у меня предпенсионный возраст И давление Вот справка 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 Знаем мы цену этим справкам Я знаешь, сколько таких справок нарисую? Ну если так Придумаем что-нибудь Ты иди уже с глаз моих долой Угу Нань, погоди Работаем вместе А я тебя почти не вижу Ты чего-то хотел? Хотел спросить Ты в институт надумала поступать или нет? Нет, я не буду поступать Да ладно Ирю Ты же так хотела стать врачом Ну хотела, перехотела Чего-то ты темнишь Не хочешь мне рассказывать? Боишься, я в тот же институт поеду Да ничего я не боюсь Мать не пускает Из-за денег Они же на твоей зарплате живут Да ничего подобного Сергей присылает Да что он тут присылает? На ребенка У Наталии твою всем запросы известны Слушай А давай я приду и поговорю с тетей Таней Она меня знает Я ее точно смогу убедить Зиму поготовимся И вместе поедем поступать Надь, ты чего? Да никуда я не поеду Беременна я От кого? От Валерки? Да от фанерки Еще чего выдумал От кого тогда? Слушай, это не твое дело, ладно? И не задавай, пожалуйста, глупых вопросов И, пожалуйста, не приходи к нам, ладно? О, любуешься на себя? Смотри, как ты меня похорошела, пополнела А не то, что когда в колледже училась Вся иссохла Ну, я люблю учиться Ну, теперь тебе пора другое полюбить Ты про что? Про женихов Ну, посмотри, какая-то у меня сдобная достала Теперь у нас от них отбоя не будет Я тебя быстро замуж выдам Правда, у нас денег нет Ну, ничего Я что-нибудь придумаю Мам Да? Не будет никакой свадьбы А все-таки институт надумала? Нет, института тоже не будет Я беременна От кого? Только не говори, что случайно Я ничего не буду говорить Это просто мой ребенок Ни от кого Так Какой срок? Аборт Успеешь сделать? Даже не думай Да и поздно уже Так Чего молчала? Ты чего ждала? Да о чем думала, а? Ты посмотри, она еще и улыбается Да я просто знала, что ты будешь ругаться Поэтому и молчала Я очень хочу родить этого ребенка И рожу Так Ну-ка быстро говори От кого ты его нагуляла, а? Это я, не я Если я Мам Матя Я сказала, что не скажу Значит, не скажу Мам Мам Ну чего ты плачешь? Ну ничего же плохого не случилось Наоборот, только хорошее Ты же Мишку любишь И этого будешь любить Была одна радость в доме Останет целых две Радость? Да это позор на весь поселок Вырастила девочек, а? Одна разведенка с ребенком осталась А вторая вообще без мужа рожает Господи За что мне такое? Ну чего вы разорались? На улице даже слышно Я так понимаю, наша отличница тоже позором стала? Вот ты старшая сестра, спроси От кого она рожать собралась, а? А что? Не отвечает? И не ответит Ты что, Надьку нашу не знаешь? Аж кремень Это у нас виду такая тихушница Я так понимаю, жениться он не собирается Ну и фиг с ним А вот деньги платить обязан С ребенком я тебе помогать не буду А вот элементы выбить Это пожалуйста И я помогу Я знаю, это Славка Ну или Валерка Я сегодня уже пойду С их матерями поговорю Ну и зря пойдешь, что не они А чего не зря? Я вижу, что даже гордишься этим Хоть бы память и отца постыдилась бы Знаете что? Если я вас так позорю Я вообще уйду из дома Да куда ты пойдешь? Тебе идти некуда Найду куда? Да куда ты пойдешь? Ну мы же с Наташкой не со зла, любя Мы же за тебя переживаем Да С ребенком ты не невеста Проверена на опыте Мам Наташ Ну я люблю этого ребенка И вас я тоже очень люблю И мы тебя любим Дуру маленькую Муж девочка будет Чтоб тебя правнука без мужа принесла Нет уж Лучше пацан Если вы уже знаете То вы наверное в курсе От кого она получила такой подарок А почему я должна быть в курсе? Я за личной жизнью своих сотрудников не слежу Ну мало ли где бывает ваша дочь Да в том-то и дело, что она нигде не бывает С работы домой, из дома на работу Да и знакомых-то у нее практически нет А вот ночует-то она у вас Не ночует, а дежурит А это значит, что ночью она работает Ага Вот когда больные спят Лучше как раз можно все успеть У вас тут Славка Кочергин работает? Я на него думаю Кочергин работает на скорой В отделении практически не бывает У нас знаете сколько тяжелых больниц? Медсестре не то, что шаш не крутить Присесть некогда, бывает Хватит подозревать нашу больницу Лучше за дочерью следите Чем она занимается в свободное от работы время В тихом умыте знаете, кто водится? Давай мы с тобой слово морковка выложим из кубиков Вон, видишь, там бабушка салат из морковки готовит Какая первая буква? Мы? Как мясо? Правильно А вторая какая? Нет, кругленькая такая Да, правильно Ты его еще слово апельсин научи выкладывать Своего ты, наверное, уже в коляске читать начнешь учить Ну, чем раньше, всем лучше, да? Раньше нам нужно с тобой коляску купить Кроватку, памперсы Где же нам деньги взять? Может, ты все-таки своего мужика попросишь помочь нам, а? Мама, я тебе уже говорила А коляской, кроваткой и Мишкиными обойдемся Слушай, а давай ты Наташку спросишь Я знаю, что у нее задачка есть Она на новую квартиру купит Хочет от нас съехать и в новом доме жить Думает, и тут сразу же мужики побегут Ага, они на жилплощадь побегут А нужен ли им будет наш Мишка? Мама, я не могу Миш, иди маму позови Я сама спрошу, гордая ты моя Ну, чего? Без меня с морковкой справиться не можете Наташ, Надюхи вон скоро рожать Надо приданное покупать И чего? Ну так, может, ты одолжила бы родной сестре, а? Я насобирала с зарплаты, правда, немного А я тебе говорила, мужика надо трясти Вот Серега, какой-никакой, а деньги дает и будет давать Ну нет у нее такого Сереги А ребенок будет А я-то тут при чем? Нет у меня денег Нашли богачку А заначка? Нет у меня никакой заначки Все на ребенка уходит Миша Чего ты там в окне увидел? Ничего Иди сюда Ничего там нету? Ну-ка давай, быстро иди на кухню Салат ешь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Адвокат мне советует снова судиться Говорит, если она препятствует моим встречам с сыном и не работая, то можно требовать опеку Ну так может и стоит, или шансов мало? Нет, шансы как раз есть Но я не знаю, как Наталья себя поведет Если я выиграю, Мишка маленький, как он будет без матери-то? Да, но отец ему тоже нужен Да Сына я вижу раз в месяц в лучшем случае, и то тайком Он таким конспиратором стал Это плохо Ну, когда он видит наши скандалы, то еще хуже А ты приходи к нам Ну ты же сам знаешь, у нас в детдоме коллектив женский Приходи, когда сможешь, с ребятами позанимаешься Ну а чем я их могу научить? Да что сам умеешь? Что мужчины в доме делают? Знаете, я могу с пацанами строить кукольный городок, и тогда девчонкам будет интересно А из чего? Ну, строй материал в кукольном масштабе, я обеспечу Ой, какая красавица Ну, сям мать Ой Как назовешь тебя? Стройника Так, думаешь, я управы не найду на твоего кобеля? В суд подам, на алименты Надька что, одна должна ребенка тянуть, а? Что это такое? Совести у вас нет! Тебя когда с телефона во узла уволили, я сразу тебя учетиться на фабрику к нам устроила Пожалела по-соседски, потому что понимала, что такое одно ребенка растить А вы мне что устроили, а? И не женитесь! Татьяна Петровна Вы если настаиваете, я на Наде хоть сейчас женюсь Только к дочке я и правда никого отношения не имею Женишься, разберемся Все! Женится он на тебе Кто? Славка, Славка, кто же? Черт! Слушай, я у них была, на мать нажала, совесть-то и проснулась Мама, ты с ума сошлась? Тебе говорила, что Славка здесь ни при чем, это не его ребенок Да ну или что? Если он обещал жениться, так чего же отказываться? Ранишь ему второго, ведь все знают, что он тебя со школы любит Мама, ну не люблю, я его не люблю И что при этом? А? Будешь одна мыкаться с ребенком? Если ты о себе не думаешь, так хотя бы о дочери подумай Ей отец нужен Ты как-то не понимаешь, что я не буду с ним счастлива Значит, у Веронике будет плохо Вот, Мишке, много ли счастья от того, что Наталья с Сергеем ссорились? Он даже, Машка твоя, с Валеркой замуж выходит А ты и умная, и образованная Одна с ребенок Мам 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 Гойка! 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 Где ты? Где ты? Устала? Фух, неа! Слушай, Надька, как ты себя, ведьма? Не правильная я повела, раз этот твой, вкусный от тебя Ну чего уж, надо тебе это, Даня! Итак, друзья Хочешь, я с ним поговорю. Я умею. Ты только скажи, с кем. Сейчас первый танец молодых. Конечно, ты где? Украли, что ли, опять? Маш! Иди, переговорщица, сегодня твой день. Надь, первый раз на людях. Может, отметим это дело сжигательным танцем? Нет, Славка, я не могу. Мне домой надо Веронику кормить. Тогда я хоть провожу. Надь, я подумал, я, наверное, в армию пойду. У тебя же освобождение, и ты в институт хотел? Да нужен мне этот институт без тебя. Я так планирую. Если мы сейчас с тобой заявление в ЗАГС подадим, объясним, мол, армия, нас с тобой быстро распишут. Мать комнату даст отдельную. Красота, живи там все с Вероникой, меня дожидайся. А вернусь, мы с тобой вместе в институт поедем. Как тебе такая программа жизни? Хорошая программа, правда отличная, но... Прости, Слав, я пока замуж не собираюсь. И всю свою любовь я отдаю Веронике. Ну, спасибо тебе. Ну, Сережа! Ты как три Деда Мороза сразу! Ну, у нас дела идут хорошо, с женой уже третий салон открываем. Так что помогать еще будем. Только говорите, что нужно. А если так все хорошо? Чего ж глаза такие грустные? К Мишке ездил. Через ограду детского сада, как шпионы повидались. Но сейчас и это хорошо. Главное, чтоб не забыл меня. Сережа, ты все делаешь правильно. Он подрастет. Твоя бывшая подуспокоится. И сделает вторую попытку наладить отношения. Вот не помню, когда в последний раз в мае такой холод был. Сезон у них, видите ли, закончился. А вы тут мерзнете с маленькими детьми. Во вы все, центральное отопление, центральное отопление. Говорила вам, не надо было печку сносить. Сейчас бы пяток поленев и согрелись бы. Да она старая была, вся в трещинах, плохо тянула, того и, гляди, угорели бы. Ту голанку еще Павел Попкойник клал. Классный был печник. Сейчас уже такой профессии даже нет. Пойду обогреватель принесу, он где-то в чулане валялся. Мам, слушай, этот обогреватель старый. Давайте я вам свой дам, он новый, масляный. Ну, а Веронику к себе в кровать возьму, не замерзнем. Еще чего. Он 20 лет прослужил, ничего не случилось. А вот ребенку в таком холоде оставаться опасно. Вот. Пожалуйста. Что-то вид у него какой-то пожилой. А тебе что, греться или замуж за него идти? Осторожно, не обожгись. Так. Пошли спать, а то засиделись. Слушайте, может, выключим его на ночь, а? Не надо, пусть поработает. Я послежу. Пожарник-то выспался. Иди, 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 заморозишь. Мишку, Мишку возьми. Смотри. Держи, Надька, документ. Куда ты? Там за Надька, мама. Сумасшедшая. Сумасшедшая. Да, алло. Ага. Я понял. Сейчас перейду. Ты куда? Зарубина дом сгорел. И чего тогда бежать, раз дом уже сгорел? Ты чем там поможешь? Ложись, спокойно выспишься, а утром поедешь. Проснулась? Ложись, я тебе чайку сделаю. Или компотик. У меня такой компотик есть. А Вероника где? Да спит твоя Вероника. Вот, как ангел. А Миша? Да вот Миша, вот. А мама с Наташей? Беда, Надь. Не спасли их? Да, да, ты теперь сирота бездомная. Ты поплачь. Легче, легче будет. Ну вот. сваливаться будет. Ну, пояском каким-нибудь подвержишь. Не в пижамочке гулять. Надя! Что же это делается-то? Такой ужас какой. Ладно, я бы тебе принесла вот на первое время. Вот свитер, вот джинсы, вот юбку, помнишь, ты мне дарила еще когда-то, помнишь? Возьми. И вот, ну, кроссовки. Ладно, все, побегу, ладно? Ладно, там еще Славка стоит, зайти боится. Что сказать-то? Я сама выйду, все скажу. Надя. Сережа. Это чей ребенок? Это моя дочь, Вероника. Твоя? А как дату спел? Вы что, замуж? Мне никто не говорил. Я и не выходила. Что значит, это получается, что я, что мы? Нет, Веронике всего месяц, понимаешь? Сережа, хорошо, что приехал. Похоронами надо заниматься. А Надюшка у нас вон еле на ногах стоит. Нет, почему? Я сейчас оденусь и пойду. Да погоди ты, Сережа, он приехал, все сделает. Он человек надежный. Можешь не волноваться? Я знаю. Я должна была их остановить. Перестань всех гореть. Ничего бы ты ни сделал. Я должна была не спать, как у сырока, пойти выключить обогреватель. Надь, хватит от того, что ты себя казнишь, легче никому не стоит. Ты лучше расскажи, какие у тебя планы, где ты собираешься жить. Пока что у тети Поли, а потом, не знаю, она собирается дом продавать и к сестре переезжать. Нет, так не пойдет. Вы с Вероникой и с Мишей поедете в город. У нас квартира большая, места всем хватит. Ты не чужой мне человек. Родная тетка моего сына. Нет, я так не могу, мне неудобно. Очень даже удобно. Нет, я не могу. Если ты насчет этого случая думаешь, такое больше не повторится. Можешь не бояться. Надь, поверь, а вот если ты сейчас откажешься, значит, обеда осталась. Я поеду. Спасибо тебе, Сережа. Вот не ценила тебя Наташка, не тем будет помянутым. Ты уж там позаботься о них, береги. Хорошо. Спасибо, Полина Марковна, что приютили. Ну, что я еще могла для вас сделать? Татьяна-то подруга была моя лучшая. Ой, ой, ой. И дом был, и семья теперь вон одно пепелище. Ой, я так к сестре уеду. Никого у меня здесь не осталось. Давай, Веронечка, подержусь, алиси. Нет, дай-ка, дай-ка я, дай-ка я ей подержу напоследок. Ой, моя хорошая. Ой, моя хорошая. Ой, моя девочка. Ой, когда же увидимся. Ножки, ножки ей, ножки прикрою. До свидания, Полина Марковна. До свидания. Все целы? Ты что, сумасшедшую под колеса бросаться-то? Сереж, я выйду. Надь, не уезжай. Слав, если бы не несчастье, я бы никуда не уехала. Ну, жить-то где? У меня. Я же говорил, мать согласна, комната отдельная. Да и люди кругом свои, не в чужом городе. Слав, прости, но жить у тебя, значит жить с тобой. Я не виновата, что я тебя не люблю. Любовь, не любовь, это все слова. Я тебя никуда не отпущу. Мои любимы, нас двоих хватит. Слушай, парень, оставь ее в покое. Не до тебя ей. До тебя, что ли? Какое ты право имеешь ее увозить? Ты и не родственник. А ты родственник? А я отец ребенка. Сереж, поехали. Надь, это правда? Что? Ну, что тут парень? Отец Вероники. Ну, если я лезу не в свое дело, так и скажи. Я тут внимательно посмотрел на Веронику. Я ведь Мишку хорошо маленького помню. Он гораздо меньше был в месяц. Только голову начал держать. Она крупная у тебя какая-то. Ей точно месяц? Да. И Славка говорил правду. Ты видел, какой он крупный? Вероника в него пошла. А что это? Как-то меняет наши планы? Ну, в смысле, если Славка, отец Вероники, ты больше не хочешь с нами вместе жить? Да нет, ты что, Надь. Я рад, что у моего Мишки есть сестра. Пусть и двоюродная. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О, молодец. Слезись. Ну что, пойдем? Потапыч, ты чего? Не боюсь. Мы же домой приехали. Теперь Потапыч, это наш дом. Мы здесь будем жить. Надя, Вероничка с нами. Пойдем. Миш, я тоже боюсь. Но все будет хорошо. Мы теперь вместе и с папой. Пойдем? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здрасте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это Надя, а это Миша Потапыч мой. Ну, наконец-то. Я уже вас заждалась. Я уже и в детский мир съездила. Игрушек кое-кому накупить. Игрушек кое-кому? Тому, кто сейчас руки помоет, поест и пойдет их распаковываться. Заходи. Заходи. Подруга кроватку отдала и кое-что из вещичек. Она думала второго рожать, а вот теперь с мужем разводятся. Тебе я постель приготовила. Вот тут два комплекта. Я не знаю, как часто ты привыкла менять. Я-то люблю часто. Особенно в личной жизни. Это важно. Мужики-то глазом не замечают, а чувствуют свежесть в постели. Их-то дотянет. Надь, ну ты не молчи. Ты говори, что нужно. Может, я что упустила, не сообразила. Нет-нет, все хорошо, спасибо. Ты, наверное, устала? Располагайся, отдыхай. Хорошо, что у тебя девочка такая тихая. Это такие груднички бывают, как у этой моей подружки, чья кроватка. Вся семья чуть ни год не спала. А твоей сколько? Месяц. Месяц? Угу. Никогда бы не сказала. Ну, да я в этом деле не специалист. Ладно, отдыхай. Потапыч, держи. Ну как, Надь? Это мои фирменные котлеты. Сережа их обожает. Спасибо, очень вкусно. Положи тебе еще. Нет-нет, я наелась, спасибо. А я вот не против. Потапыч ты с каким аппетитом ел. А говорят, дети капризные. Готовить надо уметь. Нет, Потапыч у нас вообще не капризный ребенок. Кстати, у меня же отличная новость. Я договорилась через одну клиентку насчет детского сада для Мишеньки. Нет, я против. Рано еще после такого потрясения в детский сад. Ну, мы же оба работаем. С кем же будет ребенок? А со мной? Миша меня знает и любит меня. Нас-то не спасет неделя-другая. Дальше что? Место в саду идет. Почему неделя-другая? Я Надю насовсем привез? Насовсем? Ну да. То есть она с дочкой будет у нас жить? Всегда? Извините, мне кажется, мы неправильно друг друга поняли. Конечно, мы не навсегда. Я разберусь, как жить дальше. И мы с Вероникой обязательно уедем. Надь, подожди. Лель, ты что, совсем что ли? Ты что такое говоришь? У человека дом сгорел, родные погибли. Лель. Надь, ты прости, я просто... Живи сколько хочешь. Кстати, мне тут предложили еще одно помещение на очень выгодных условиях. Четвертый салон? Да, что думаешь, не потянем? Еще как потянем. Нас уже все знают, клиентуры полно. Ну, Сереж, ты бы съездил завтра, посмотрел помещение. Лель, ну скажи мне честно, ты мне хочешь строить этот капитальный ремонт, а? Ну. Я же знаю, что у тебя ничего нет и денег нет, чтобы новым гардеробом обзаводиться. А у меня вон всего сколько. Иногда хочется что-нибудь новенькое себе купить, так ведь засунуть некуда. Приходится самой себе отказывать. Так, держи. Ой, очень красиво. А раз красиво, то снимай. И джинсы снимай. Сейчас модно что? Многослойность, яркость и особенно сочетание цветов. У меня фигура стройная, потому что не рожала. Честно говоря, рожать мне некогда, только бизнес пошел. А Сережа детей любит. И вот такой счастливый случай будет у него готовый сын. Счастливый случай? У меня дом сгорел, и мать с сестрой погибли. Вот какой это случай. Ой, прости, я не то хотела сказать. Я про Сережу. У нас с ним любовь, и все хорошо, и квартира видишь, и все прочее. Вот только детей не хватало. Теперь я буду за него спокойно. СТУК В Девушкина, можно? Да, заходи. О, вот это да! Полюбуйся на своячницу. Вот это да! Надь, как тебе идет? Настоящая невеста. Красавица-то. Потапыч, ты чего? Домой хочу. Ну, нам же здесь хорошо живется, правда? И площадка, смотри, какая хорошая. У нас такой не было. И игрушки у тебя новые. И папа каждый день с тобой. И тетя Лиля. Ммм, как вкусно пахнет. Запеканка? Запеканка. Да, помню твою запеканку. Ничего в жизни подобного не ел. Ты просто очень голодный. Ты сейчас будешь есть или Лилю подождешь? Сейчас. А иначе умру. А зачем мне Лиле мерзший муж? Давай, 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 кушать так хочется. Надо вас всех зарегистрировать. А то вы как мыши живете на птичьих правах. Так мы мышки или птички? Вы как рыбки в аквариуме. Ну неси документы-то. А, угу. Держи. Добавку будешь? Успею еще, успею. Уводу, ну что? Что? Вероника-то родилась не месяц назад и не полтора. А точно тогда, и когда я ее и думал. Надь, ну что ты молчишь? Ну зачем ты так, а? Это же получается моя дочь. Нет, Надь, я не подлец. Я никогда не откажусь от своих детей и никогда не брошу их. Привет. Что случилось? У вас лица такие? Ничего. Документы для прописки собираем. Что все-таки произошло? Я как вошла, сразу поняла, что-то между вами случилось. Да я даже не знаю, как сказать. А ты так прямо и скажи. Ты же знаешь, я всегда на твоей стороне. Тот, кто любит, тот поймет. Когда я документы смотрел или регистрации, Вероника родилась, а у нас с Надей был... Был роман? Да не было никакого романа. Я на нее, как на женщину, вообще не смотрел. Младшая сестренка, как младшая сестренка. Когда Наташа меня перестала подпускать к Мише, я переживал, расстраивался. У Сашки тогда был. Ну, попросил Надю, чтобы она привела Мишку. Она пришла, сказала, что ничего не получается. Я выпил, в общем, был шанс обнять сына. Выпил, выпил. Я не знаю, как это все-то произошло, как даже объяснить ему все как-то нечаянно. В общем, звучит все по-детски. Больше после этого никогда. Я больше после этого не вспоминал. Ты мне веришь? Я тебе верю. Под дочкой я, конечно, не откажусь. И оформлю все документы по-человечески. Но делать-то мне что дальше? Знаешь, то, что дети остались живы, это уже большое счастье. А все остальное разрулим и устроим. Ведь мы же вместе. Кажется, прекрасно. Самое лучшее на свете. Как же мне повезло с тобой. Спи, безочий ты мой. Спи. Спи. Надя, извините, что разбудила. Я просто хотела с тобой поговорить на единение. А это возможно только, когда все спят. Говори. Я хотела сказать... Я хотела... Я понимаю. Ты не ждала нас с Вероникой. Я-то думала, что вы с Сергеем это все обсудили. У меня есть знакомая. Она здесь в больнице работает. Я ей позвоню и что-нибудь придумаю. Я очень люблю Сережу. Очень. Я жизни без него не представляю. А у вас в поселке его просто уничтожили. Я его своими руками собрала, создала. Оживила, понимаешь? Я... Да. Я вижу, как ему здесь хорошо. А мы с Вероникой как кусок этого прошлого. Никто не виноват. Мы с Вероникой завтра же уедем. Не волнуйся, Лиль. Я не хочу, чтобы Сережа знал об этом разговоре. Нет, нет. Я что-нибудь придумаю и сделаю так, чтобы он был спокоен и не стал нас с дочкой искать. Лиль. Свой дом я потеряла. Поэтому знаю, что это такое. И чужой дом я разрушать не стану. Ты только Мишку не обижай. Обещаешь? Обещаю. Вот какой непослушный ботинок. Ну-ка, скажи ему, Потапыч, кто кого должен слушаться? Кто тут главный? Миса. Вот, он тебя послушался и наделся. Ну что, Потапыч, готов? Держи. А она где? А что? Да попрощаться я хочу. Она Веронику кормит. И чего прощаться? Всего ты на пару часов уходишь. Ну ладно, давай. Потапыч, пошли. Кто первый, тот молодец. Давай. Счастливо. Пока. Ну все, выпроводила, можно собираться. Я звоню, звоню, она трубку не берет. Ничего, у меня тоже есть подруга, а у нее тетка в Зареченске. Женщина хорошая. Нет, к чужому человеку на голову, да еще с ребенком. Я лучше домой вернусь. Нет, назад нельзя, там тебя Сергей найдет и обратно приведет. А у тети Любы тебе будет хорошо. Я ей уже позвонила, она вас на автостанции встретит. Денег я тебе на первое время дам. Ну пора собираться, потому что... А это далеко? Да нет, не очень. Только ты мне слово дай, что никаких писем и звонков. Ну я же пообещала. Это такси. Ну все, пора ехать. Давай подобычу. Папа-папа, мы голодные. Да, подобыч? Да. А ты руки мыл? Ну-ка, шагом вашу, Анна. Сейчас будет суп, минуточку. А что три тарелки-то? Надя-то где? А Надя уехала. Подожди, в смысле, как уехала и куда? Одна или с Вероникой? С Вероникой и со всеми вещами, что мы ей приготовили. Чемодан у меня попросила. А почему ты не остановила ее? А что я должна была делать? Драться с ней, не пускать? Как ты себе это представляешь? Не дала бы я ей чемодан, она бы без вещей уехала. Лучше было бы. Да подожди, а куда она уехала? У нее никого нет. Я спрашивала, и не один раз. Она сказала, что не обязана передо мной отчитываться. Утром созвонилась с кем-то, ее пригласили, и считает, что там ей будет лучше. Да где там-то? Что ты кричишь на меня? Я что, плохо ее приняла? И кроватку ей достала, и одела ее? Что я еще должна была сделать? Ну, спросила бы хотя бы, куда они поехали-то? Я спрашивала, все, чего добилась, далеко, мол, в Сибирь. В Сибирь? Я знаю, что подумала. Она когда собиралась, звонила кому-то. Она дверь от меня закрывает, а сама вся сияет. Может, все-таки Вероника не от тебя? Да нет, ты чего? Я документы смотрел, все по срокам сходится. Я Надю, конечно, мало знаю, но впечатление у меня, что девушка, она серьезная, и если она что-то решила, значит, у нее есть какой-то план, который нас она посвящать не стала. Ну, а почему она сбежала, ничего не сказав? Видимо, не до тебя ей было, или, может быть, боялась то, что ты ее отговаривать начнешь? Ну, чего сейчас гадать? Устроится, напишет или позвонит. Давайте суп есть. Ведь я же знаю, что вы, мужчины мои, борщ любите. Миша! Миша! Надя! 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 Знаешь, с соседкой заболталась, смотрю, во время-то, господи, значит, ты Надя. Надя, а это Вероника. А я так и поняла. Смотрю, сидишь с ребенком одна, значит, ко мне. А я чуть Люба. Ну что, пошли в мои хоромы? Я здесь недалеко живу. Мы быстро дойдем. Пойдем. Смотри, что лесу затотели. С соседкой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну вот. И пришли, открывай. Так. Ну вот здесь. Я и живу. Сейчас. Так. Сейчас. Так. Давай, заходи. Заходи, заходи. Оп. Оп. Есть. Ну все, устроилась, Вероника спит. Ну вот и хорошо. Ну, а это мое кухонное хозяйство. Можешь здесь все брать, всем пользоваться. Садись, я тебя сейчас кормить буду. Ой, как вы много всего готовите. Ну, я не только себе. У меня сосед есть. Борис Борисович. Он очень домашнюю кухню уважает. А особенно голубцы. Знаешь, он человек одинокий. Вот я ему и готовлю. Ему хорошо. И мне копеечка. Садись. Салатиком. Ммм. Ну, знаете, либо я очень голодная, либо я такого вкусного плова в жизни не ела. А мы еще с тобой баньку истопим. Да ты в такой бане точно никогда не была. Входите, входите. Не заперто. Я только на ночь запираюсь, а днем не люблю. Ну, что это как в тюрьме при замках. Здравствуйте. О, у вас гости. А это Надя. Здравствуйте. Приятного аппетита. Спасибо. Будем здесь жить с дочкой. У вас дочка? Угу. А сколько ей лет? Ну, сейчас нисколько. Значит, самый важный первый год здесь у нас будет отмечать. С меня подарок. Нет, что вы, не надо. О, спасибо. На завтра что приготовить? Соленку или картошку с грибами потушить? Ай, решайте сами. У вас все вкусно. Спасибо. До свидания, дамы. До завтра. До свидания. Очень он о дочке мечтал. Детей очень любит. Жена ему больная досталась. Никому его родить не могла. Болела-болела и два года назад умерла. А он ее не бросил. Он очень хороший человек. Аудитор. Знаешь, кто это? Знаю. Вот наши бабы и разведенки, и незамужние только о нем мечтают. И так к нему клиня подбивают. И этак. А особенно, когда он к ним в бухгалтерию приходит. Вот так у наших бухгалтеров, вместо того, чтобы волноваться, у них праздник. Они бегут в парикмахерскую, делают маникюр, прически. Пока никого не выбрал. Ну так. Он, наверное, по жене горюет. Ой, пока она болела, он все горе изгоревал. Вот еще добрый, не пьющий, не курящий, хозяйственный. Представляешь, у меня в доме так чисто. Я была. Красота. А жены нет. Еще раз, пожалуйста, и поспокойнее. Трое суток прошло с момента пропажи. Да. В среду она уехала, я ей звоню, телефон не отвечает. Стоп, стоп, стоп. Как уехала? Ну, может, улетела, я не знаю точно. Гражданин, уехала, улетела и пропала. Это разные вещи. Совершеннолетняя гражданка села в поезд или в самолет и куда-то отправилась. Почему мы должны ее искать? Потому что она не звонит, и телефон ее недоступен. А гражданка из Томина, она вам кто? Сестра моей покойной жены. Значит, никто. И она имеет полное право вам не отвечать и не звонить, и не сообщать, куда она отправилась. А может, она от вас просто сбежала. А мы тут ни при чем. И значит, разыскивать ее нет никаких оснований. Тихо, Вероника спит. Смотрите, я всего тут купил. Это подгузники, стерилизатор, бутылочки, пустышки. Вот это полезно грызть, это когда зубки резаться будут. Это карусель, над кроваткой вешать. Ну и наряды. Зачем так много, Борис Борисович? Что значит много? Они же разные. Мне неудобно. Надя, если бы вы мне позволили, я бы и вам всего купил. Нет, мне ничего не надо. Я запрещаю. Да понял я, понял. Но вот это точно не для вас. Нет, 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 нет. Спасибо, Борис Борисович. Ой, красота-то какая. Извините. Да, я слушаю. Надь, ну ты зачем обижаешь такого хорошего человека? Да мне неудобно, тетя Лю. И чем его благодарить-то году? Вот пока ты гуляла, он тебе сюрприз в комнате приготовил. Еще сюрприз? Да. Пойдем, покажу. Пойдем. Давай, давай, заходи. Она у меня на чердаке была. Давно. Борис Борисович нашел. Сам собрал, даже кое-что там починил. Я ее кипятком промыла. А он мне говорит. Вы только Надь, не говорите. Пусть войдет и положит ребенка. А вы сказали. Ну не с неба же кроватка упала. Ну клади, клади. Вот так. Пойдем чай пить. Пойдем, пойдем. Пойдем. Сейчас. Чай с пирогами будем пить. Борис Борисович, вы что обиделись? Хотите все забрать назад? Да нет, ну что вы. Просто собрал все. Не люблю беспорядок. Надь, ставь чайник. Борис Борисович, садитесь. Специально для вас пирожки с капустой. Спасибо. Мне тетя Любина Стрепня напоминает описание еды в классической литературе. Очень хорошо умели это русские писатели делать. Бараний бок с кашей. Пирог с визигой. Растегай. Укулебяки. А помните у Чехова крыжовиное варенье? Любите читать? Очень. Читательница, а ты роги. Надя, у меня большая библиотека. Так что милости прошу, пользуйтесь, читайте. Спасибо, Борис Борисович. Вероника спит. Я читаю. Мечта, а не жизнь. О, мечта, иди качай. Позвольте, Надя, я справлюсь. Ну, вы же хотели как-то меня отблагодарить? Надь, ну, пусть пойдет, если хочется. Ну, конечно, хорошо. Только из кроватки ее не доставайте. Не буду. Замолчала. О чем это говорит? Почувствовала мужские руки. Ой, Надь, аккуратистка. Да у меня в жизни в доме так чисто не было. Ну, так ребенок же, ну, двойная чистота нужна. А мне кажется, что у тебя без ребенка в твоем доме полный порядок будет. Только вот где он, дом-то твой. Надь, ну, ты не обижайся. Я же не для этого говорю, чтобы тебя уколоть. Ты голову-то подними. Посмотри. Вон в дом Борис Борисовича. Харона, ты только пальцем поведи, он будет твой. Ты же видишь, как он прикипел к тебе, к девочке. Ну, видно, да. Только я... Что ты? Я другого мужчину люблю, который тебе ребенка сделал и пустил по свету мыкаться. Нет, тетя Люба, все намного сложнее. А мне эти сложности не нужны и тебе ни к чему. Вот результат налицо. Вот Борис Борисович, вот он. А где твой любимый? И девочка растет без отца. И ни одна собака не скажет, что это хорошо. А, то есть вы меня гоните, да? Да ничего я тебя не гоню. Брось ты тряпку. Хоть сто лет живи. Только свой дом всякому нужен. И чтоб девочка в семье росла. А такие, как Борис Борисович, на улице не валяются. Локти себе кусать будешь. Надо брать его, пока он созрел, и сам в руки падает. Чего такого смешного сказала? Да нет, я просто смеюсь, потому что мы делим шкуру неубитого медведя. Борис Борисович мне еще предложение не делал. Да, Борис Борисович медведь. Еще какой? Живой? Тетя Лёва. Знаешь, Надь, я тебе так скажу, что мужик сделал предложение, его к этому подвести надо. Если он только почувствует, что ты ему откажешь, он Таню откроет. Так что подумай, как будешь принимать предложение. И про любовь свою не рассказывай, не надо. Ни к чему это. То есть как, обмануть его, что ли? Замуж выйдешь, тогда все и расскажешь. Ой, тетя Лёва. Полковый оказался дизайнер. Видишь, и кладовку мне выкроил, и маленькую кухонку, чтобы сотрудники могли перекусить и никуда за еду не бегали. О! Здорово ты нарисовал! Просто модель для нашего нового салона. Или это принцесса? Это Надя. Надя? Точно. И глаза, и волосы, да? Угу. Красавица. А? Суп гороховый сварила. Капуста больно плохая была, поэтому завтра будет лучше. Щи приготовлю. Надя, мне бы с вами поговорить. А? Поговорите тут. У меня сериал начинается, и я пойду. Надя, мне предлагают работу в Макаровске. Это крупный город, работы больше, зарплаты повыше. Но если я уеду, я не смогу больше видеться с вами и Вероникой. Борис, Борисыч, я... Я прошу вас, только ничего не говорите. Выслушайте меня до конца. Сядьте. Я вот о чем. Я понимаю, как это все легкомысленно выглядит в связи с тем, что мы так недавно с вами знакомы. Но... Надя, выходите за меня замуж и поедемте в Макаровск вместе. Борис Борисович, вы прекрасный человек, и я вижу, как вы относитесь к Веронике. Не только к Веронике. Знаю. И я уверена, что мне с вами было бы хорошо и спокойно. Но есть одна вещь. В общем, если вы возьмете свои слова обратно, я пойму и не обижусь. Нет, я не возьму. Теперь вы меня дослушайте. Вы никогда не спрашивали, кто отец Вероники. Это не имеет значения. Для меня имеет. Понимаете, я люблю этого человека. Но это уже не важно, поскольку мы никогда не будем с ним вместе. И если вас это не смущает, то я поеду с вами в Макаровск и с этим человеком даю слово. Я никогда больше не встречусь. Это вы достаточно. Если вам нужно еще подумать... Нет. Нечего здесь думать. Ну, тогда я решаю вопрос с жильем. Как только все будет готово, я забираю вас и Веронику. Решено? Да. Слава Богу. Ой. Сережа, у нас со счета ушли деньги на детский дом номер три. Это что значит? Я же тебе говорил, я им помогаю, там директором работает моя бывшая воспитательница. Она меня вырастила. Я понимаю, но сумма, по-моему, великовата. Может, все-таки... Лиль, я обещал им регулярно помогать. Ну, пропустил пару месяцев и послал все сразу. Сереж, ты пойми меня правильно. Мне денег не жалко, но надо как-то рационально к этому подходить, чтобы и бизнес не страдал. Если мы отправляем такие деньги, то на закупке остается всего ничего. Лиль, там живут дети, которые без семьи, без своего дома. Мы не можем всех сирот обеспечить. Достаточно, что уже одному сироте мы помогаем. Эй! Ты совсем с ума сошла? Сынок, попроси. Пойдем, я тебе конструктор саппор обещал. Пойдем. Прости. Идем. Я хочу тебе все показать. А если Вероника проснется на новом месте, испугается? Не бойся. Вот, иди сюда. Смотри. Вот это радионяня. Здесь я включил громкость на полную мощность, так что если малышка проснется, мы сразу услышим. Держи. Спасибо, Борис Борисович. Где вы только это берете? Ну и раз у нас начинается новая жизнь, с этого дня я прошу Борис и на ты. Я постараюсь. Тогда, может быть, потренируемся? Спроси у меня, не хочу ли я чаю? Может, чаю? Выкрутилась. Вот вы женщины хитрые, а? Нам жизнь заставляет. Так, ну, с этого дня у нас новая жизнь. Поэтому, я надеюсь, хитрить не придется. Давай договоримся. Я правду, и ты тоже правду. Хорошо? Я согласна с тобой, Борис. Это еще не все. Это еще одна комната. Пойдем. Она твоя. Моя? Да, это твоя комната. Ты будешь здесь спать, пока сама не примешь решение быть со мной. Правда? Надь, я все понимаю и стараюсь не торопить события. я выбрала правильного отца для своей девочки. Надюш, ты замечательно готовишь, но я бы не хотел превращать тебя в кухарку. Увольняешь? Нет, отчего же. Хочу отправить тебя на повышение квалификации. В кулинарный техникум. Ну, отчего же. Насколько я помню, ты мечтала поступать в медицинский. Так это когда было? Теперь у меня Вероника. Ну, а что Вероника? Другие семьи как-то справляются. И потом, у Вероники есть отец, и он постарается найти хорошую няню. Борис, за все, что ты для нас делаешь, я никогда с тобой не расплачусь. Все, гораздо проще, чем ты думаешь. И как же? Ну, как-как. Выйти за меня замуж, записать на меня Веронику. Я хочу быть официальным мужем и отцом. А потом, ты же видишь, у меня кое-что есть, и не дай бог, что случится, все это достанется вам, моим девочкам. Нет, ни про какие, что случится, я не хочу слышать. Хорошо. Значит, ты живешь со мной не из-за имущества, а ради спокойствия, ради дочери, наконец. Знаешь, если регистрация так для тебя важна, то, конечно, я согласна. я бы хотел, чтобы вы с Вероникой носили мою фамилию. Тогда у нас будет настоящая полноценная семья. Вероника Василькова. А мне нравится. Так, давайте все за стол, возвращаемся. Что это, разошлись? Ну что ж, дорогие друзья, я хотел сказать, что знаю Бориса очень давно. И, честно говоря, думал, что с таким бухгалтерским подходом к действительности, ты себе жену просто не найдешь. И, слава Богу, ошибся. Ну и согласитесь, дорогие дамы, как бы вы ни были прекрасны и удивительны, в каждой из вас есть хоть маленький, но изъянчик, да, Маргарита? Ну, маленький. Боря у нас человек упорный, он нашел ту единственную и неповторимую, которой не прицепится ни один аудит. Я тебя поздравляю, дорогие. Спасибо. Я вам завидую. И нам очень горько. Горько! 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 А дом шикарный получился. Да, да. Вот это есть чем похвастаться. Что есть, то есть, есть чем гордиться. Спасибо. Да не обращай ты внимания на Маргариту. Она давно виды на Бориса имела, поэтому помогла ему с работой. А, то есть он сюда благодаря ей переехал? Ну, скажем так, она его рекомендовала. Ты сама понимаешь, это дорогого стоит. И они вместе работают? Да не ревнуй ты. Я Бориса давно знаю. Он не такой человек. Да, развернусь. Надюша, ты куда? А я пойду утку проверю. Тебе помочь? Нет, нет, спасибо. А, а то одними поцелуями вашими, святее бога, не будешь. Ну, ладно. Стол полный, так что? Ну, извини. Позвольте, я вам помогу. Нет, спасибо. Отдыхайте, я справлюсь. Ну, я не сомневаюсь. Но помощь не бывает лишней. Вы, наверное, уже знаете, что мне нравился Борис. И что я иногда даже думала, ну, я думаю, все подробности вам доложат и без меня. Но он выбрал вас, и я уважаю чужой выбор. Поэтому вы можете меня не бояться. Я и не боюсь. И еще, если вы не знаете, мы с Борисом работаем вместе. И вместе ездим по области, аудит проводим. Думаю, еще будем ездить. А вообще, самое лучшее, если мы с вами станем подругами. Я надеюсь, у вас еще здесь пока нет подруг? Нет, еще не обзавелась. Значит, я буду первой? Позвольте, в знак нашей дружбы раз вы бьете гнездо, значит, вы есть птичка. Ну, раз я птичка, значит, мне и вить гнездо. Я тебя не тороплю. Но ты же на мне неэффективно женился. Мне очень неудобно, Александра Григорьевна, но больше денег я не смогу вам переводить. Сереж, да ты не обязан был, ты и так очень много сделал, спасибо. Нет, я обязан и даже очень обязан. Это как прекратить родителям помогать или младшим братьям и сестрам. У тебя что-то случилось? Я от Лилии ушел. Да как же так? У вас же вроде все хорошо было. Вот именно вроде. Мне тоже так казалось. Все это хорошо, работать, зарабатывать. Приятно, что в доме все есть и помогать другим. второй салон, третий, а потом оказывается, что это самое главное. Что? Салоны, доходы, столько зарабатывать, столько можно потратить. А на детский дом денег жалко и на Мишку жалко. Надо еще, еще вкладывать. Да главное, что она Мишку не полюбила, был ей чужим, чужим и остался. И он ее не полюбил. А Надю до сих пор вспоминает. Что, как ушла, так и все? Да я везде ее искал. Ну и как же ты теперь? Мы с Мишкой сняли квартиру, я строительную фирму создаю, так что не пропаду. А как дела пойдут, я сразу деньги начну переводить. Вы не сомневаетесь в ней? Сережа, я в тебе никогда не сомневалась. Ну теперь все от вас зависит, Анатолий Михайлович. Ваш лечащий врач говорит вам соблюдать спокойствие и режим. То, что вы попали в неврологию, это только ваша вина. Это не аппендицит, это не сердечный приступ, это можно контролировать. Как? В моей профессии контролировать эмоции Наденька. Тише, тише. Надежда Николаевна, практически я постоянно в стрессе. Одно дело закончилось, другое начинается. Нет, адвокат это нервная профессия. И все же постарайтесь к нам больше не попадать. А я рад, что попал. С вами вот познакомился. А вы лучше любого лекарства. Глядя на вас, веришь, что жизнь прекрасна. И это удивительно. Вот, с таким настроением и продолжайте дальше жить. А на меня вы не рассчитывайте, я же здесь в ординатуре, и буду ли я работать, это еще большой вопрос. Ну что ж, в таком случае, чтобы не потеряться, вот вам моя визиточка. Спасибо, конечно, но надеюсь, что помощь адвоката мне не понадобится. Я не собираюсь нарушать закон. Ну, если бы мы помогали только разбойникам с большой дороги. Как говорится, от тюрьмы до отцу. Ну и помните такую поговорку? Кто-то недавно говорил о том, что жизнь прекрасна. Давайте лучше вернемся к этому замечательному тезису. Как же трудно с вами не согласиться. Вот именно. Слушайте, я человек придирчивый, насколько я понимаю, у вас все отлично. Да, у нас бухгалтеры хорошие, я сам слежу. Но знаете, аудит нам не помешает. Знаю, знаю, на том и стоим. Да. Сегодня? А, я забыл, забыл. Послушай, Наденька, я домой уже не успеваю, ты можешь меня прямо отсюда забрать? Куда? Пантелеевская 8. Пантелеевская 8. Ты где? Ну, отлично, подъезжай, я выхожу. Я как понимаю, Борис Борисович, на сегодня все? Да, жена в гости везет, а я забыл. Да, и мне пора. У меня сын школьник и один дома сидит. Знакомьтесь, Сергей Васильевич, моя жена Надежда Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Борь, поехали, здесь стоянка запрещена. А, да, да. Опоздаем. До завтра, Сергей Васильевич. До завтра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наденька, ты ремешок не пристегнула. Почему стоим? Что случилось? Ты как будто привидение увидела. А это и было привидение. Не понял? Это он. Отец Вероники. Ты с ним встречалась? Нет, я же тебе пообещала. И ты знала, что он в Макаровске? Знала, но не искала его, не встречалась и никогда с ним не встречусь. Если бы не случай, мы бы не увиделись. Я редко бываю в этом районе. Ну, и теперь, когда ты знаешь, где его искать, можешь снова пообещать? Что никогда с ним не встречусь? Конечно, обещаю. Даю слово. Чем тебе еще поклясться? Не надо. Я тебе верю. Поехали. Боря, ты же любишь печеночный торт? А это, между прочим, не просто печеночный торт, а приготовленный по рецепту твоей мамы. Помнишь, ты меня записал? Это же вкус детства. Ты кудесница, Марго. Спасибо. Наденька, ну что-то вы совсем не пьете. Может, вам вино не нравится? Давайте я вам коньячку налью. Маргарита – отличный коньяк. Ей поклонники дарят, а поклонник – это лучший вид мужчины. Потому что старается для женщины, как для самого себя. А почему? Ну, как почему? Завоевать хочет, только, знаете ли, бескровно, без войны. Нежностью и ласками. Кто же такого откажется? Ой, нет, нет, спасибо. Я не буду. Вы считаете, доктор, что бить вредно, да? Это опасное заблуждение, господа. Так, товарищи, еды у нас много. И для того, чтобы ее осилить, нам нужно немножко размяться. Боря, окажите честь. Удавайте. Надь, ну я надеюсь, ты не ревнуешь. Родной подруги, конечно, нет. Я не ревнивый человек. Наденька, позвольте потанцевать. О, простите, я уже на работе натанцевалась, пойду носик по пудрам. Ты чего сбежала? Или я слишком активно клею Бориса? Извини, я увлеклась. Рит. Что такое? Мне надо кому-то рассказать. Что? Помнишь, я про Сергея тебе рассказывала? Ну? Так я видела его сегодня. Заехала за Борисом, а оказалось, что он у Сергея аудит проводит. И что ты почувствовала? Ужас. Ну, ужас – это хорошо. Значит, ты его еще не разлюбила. Да что ж тут хорошего? Ну, может быть, есть смысл вернуться к первой любви? Говорят, она самая истинная. М? Нет, я не предатница. Бориса никогда не предал. Надя! Надь, подожди! Нам надо поговорить. Говори, я тебя слушаю. А почему ты со мной в таком тоне? Это ты от меня сбежала, я тебя искал, везде искал. Зачем? У тебя своя семейная жизнь, у меня своя. Если ты олили, мы давно развелись. Живем с Мишкой вдвоем, справляемся. Мишка не жалуется. Значит, я не такой плохой отец. Ну, я в этом не сомневалась. Ну, тогда почему ты прячешь от меня мою дочь? Сергей, у Вероники есть отец, и тоже неплохой. Я могу хотя бы его видеть? Я подумаю. Подожди. Мой телефон. Ты, если ему не позвонишь, он будет тебя преследовать. Еще и разговоры с Борисом догадается заводить. Оно тебе надо. Просто покажи ему дочку, пусть полюбуется, скажи, что ей хорошо, мама, папа, дом. Все как положено. Нужно просто закрыть этот вопрос. Да, наверное, ты права, я подумаю. Да не подумай, сейчас звони. Если он подкараулит Веронику и скажет, кто он, ты представляешь, какая травма будет для ребенка? Нет, Сергей не такой человек. Люди меняются. Ты лучше соломку подстелить, чем потом будешь локти кусать. Звони! Алло, Сергей, это я. Я покажу тебе Веронику, если ты пообещаешь, что после не попытаешься увидеться со мной или с ней. Завтра в два в городском парке. Боря, прости, что отрываю, но дело больно серьезное. Что? У тебя проблемы, Борь. У меня? Какие? Что случилось? Надя тебя обманывает. А мне тебя жалко, хоть она и моя подруга. Не надо, Марго. Этого не может быть. Для меня это тоже как гром среди ясного неба. Мне казалось, что за эти годы я тоже ее неплохо узнала. Самое главное, что я ее очень хорошо знаю. Мы оба ее хорошо знаем. Надя не способна на обман. Не веришь? А можешь пойти убедиться. Я знаю, где они сегодня встречаются. Миша, пойди поиграй с дочкой тети Надью. Вон целая площадка для вас. Это же для маленьких. А ты и пойдешь с младшей сестренкой. Пошли. 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 Миша. Они похожи, ты не находишь? Ну, это естественно. Они не чужие друг другу. Чужие, пока мы с тобой бросили. А кто-то другой воспитывает мою дочь. А с чего ты взял, что я должна быть с тобой? А с того, что я тебя люблю. Я это понял, когда ты исчезла. Мне никто не нужен, кроме тебя. Я не понимаю, от чего вы. Какие нарушения? Вы же говорили, все чисто. Вы заканчиваете аудит, что у нас образцовый порядок с документами. На первый взгляд у всех образцовый показательный порядок. А когда начинаешь проверять, находишь нарушение. На то и аудит. Никогда не понимал разницы между битками и котлетами. Хотя, мне это казалось, что я уже много чего в жизни понимаю. Да, кстати, помнишь, я проводил аудит в одной строительной фирме твоего знакомого, Сергея Серова? Ой, я же капусту забыла. Капуста – это да. Так вот, я тогда нашел у него много нарушений, а сегодня я узнал, что он действительно оказался мошенником. Махинатор еще тот. Ну, задержали. А ты кому звонишь? У него, наверное, телефон отобрали. Борь, я поехала. Куда? Сергей живет вдвоем с сыном. Значит, Миша сейчас один. Ну и ты тут при чем? Миша – мой племянник. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кто это? Это я, Надя. Мне папа никого не разрешает пускать. Да я же твоя тетя. Ты меня тогда в парке узнал, помнишь? Потапыч, не бойся. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК И не думай, что твой папа преступник. Он ни в чем не виноват. Понимаешь, это ошибка. Разберутся и отпустят. А пока разберутся, я как же. А ты ко мне поедешь. К нам. Вероника тебе будет очень рада. А как только папу отпустят, вернешься домой. Давай-давай, беги, собирайся. Это все эмоции. А реальные обстоятельства дела вы знаете? Послушайте, я не знаю подробностей, но уверена, что Сергей не виновен. Вы же сказали, что ваш муж – хороший аудитор. Если он говорит, что есть нарушения, то, скорее всего, так и есть. Да, Сергей, я тоже знаю. И поверьте, эти нарушения либо случайны, либо ошибочны. Он не мог специально нарушить закон. Ну что ж, будем разбираться. Миша! Ты где? Потапович! Не кричи, его здесь нет. А где он? Там, где ему и положено быть, в детском доме. Сыну преступника здесь не место. Зачем? Зачем, Борь? Ну ты же не такой человек, зачем ты все портишь? В таком случае, я забираю Веронику и ухожу отсюда. Куда? Одна! Ну если уж я так тебе неприятен, то уйду я! Ты знаешь, она вообще тебя никогда не ценила и не понимала. Как можно изменять такому прекрасному человеку? Спасибо. А уж приводить сына любовника в дом мужа, это вообще ни в какие ворота не лезет. Нет, ну я столько для нее сделал. Главное, верил. Верил, дурак. Об измене даже подумать не мог. Нет, Александра Григорьевна, все это произошло без моего ведома. Ну я бы не отправила своего племянника в детский дом. Ну пожалуйста, позвольте мне его забрать. Понимаете, я вам очень сочувствую, но поймите, я не верю ни секунды в вину Сергея, я надеюсь, что его скоро отпустят, но поймите, ваш племянник поступил сюда официально. Ваш муж оформил его через соцслужбы, и если вы хотите его забрать, то вам нужно собрать все документы, доказать свое родство, ну и так далее. Ну, ну хотя бы позвольте мне его увидеть. А, конечно, я уже сказала, что его привели. Надя, Миша, ты за мной приехала. Ты меня заберешь отсюда? Заберу, обязательно заберу. Только мне нужно получить разрешение. Ты ведь потерпишь? Потерплю. Ты папу видел? Как он там? Он... Хорошо. И все будет хорошо. Ты мне веришь? Верю. Угу. Надь, ты можешь мои вещи нужные привезти? Вот. Да, конечно. Позвонишь мне оттуда, я расскажу, что и где взять. Да, да. Ну все, беги. Миша! А ты будешь не против, если мы с Вероникой у вас поживем, ну, пока папу не отпустили? Не против. Надя, это я. Надя, ну, звоню тебе, чтобы покаяться. Ты знаешь, Борис сейчас у меня. Ну, я не знаю, как это получилось на самом деле. Это просто какая-то страсть. Что мне делать с этой страстью? Надь, ну, я чувствую себя какой-то виноватой. Я не знаю, простишь ли ты меня. Я, конечно, надеюсь... Что значит, ты меня поздравляешь? Ты всерьез? Ну, я чувствовала, что у тебя нет к нему настоящей любви. Ну, спасибо тебе, Надя. Ну, как мне вас убедить? Ну, не было никаких нарушений, а? У меня были все документы, а их не обнаружили. Ну, куда они девались-то? Хороший вопрос. Думаю, если он поймел, куда они девались, считайте, вас наполовину оправдали. Я попытаюсь отыскать концы. Только есть одна проблема. Все мои счета фирмы арестованы. Я не смогу вам заплатить. А вам и не нужно ничего платить. Слуги оплачены. Кем? Надеждой Николаевной Васильковой. Знаете такую? Кто там? Надя, это я. Открой. Надюш, я сделал глупость. Тише, Вероника спит. Надюш, я сделал глупость. Я виноват. Вот пришел просить прощания. Ну, если ты про Маргариту, то я не в обиде. Да? Тогда, может быть, вернешься домой? Нет. Я понимаю, ты обиделась на меня из-за Миши. Но я обещаю тебе, Миша будет жить с отцом. Если ты вернешься домой, его отпустят в ближайшие дни. Да как ты можешь это знать? Наденька, я же аудитор. Я могу сделать человека виновным, а могу оправдать все в моих руках. А точнее, в твоих. Если ты вернешься домой, Сергей получит свободу. А мешаться. То есть, документы, которые были, а потом пропали, они у тебя? А откуда ты знаешь про документы? Ты опять с ним встречалась? Я наняла очень хорошего адвоката, чтобы помочь Сергею. А ты, он мне все рассказал. Надо же, а! Сколько защитников-то нашлось. А меня? Меня кто защитит? В семью, которую я создал, влезли самым наглым образом. Я должен был защищаться и защищать вас. Ты обещала мне с ним не видеться. Если бы ты сдержала слово, ничего этого бы не было. Боря, тебе надо вернуть документы. Ты возвращаешься домой. Мы живем, как прежде. И тогда я найду способ, чтобы эти документы обнаружились. А если я не вернусь? Тогда я их уничтожу. Сергея посадят. Да, имей в виду. Если ты затеешь развод, то Веронику я отсужу. Я вернусь домой. Но если Сергей будет на свободе. Собирай вещи. Алло, Анатолий Михайлович, это я. Простите, что так поздно, но дело срочное. Борис сказал, что оправдание Сергея у него в руках. И если я все правильно поняла, то документы тоже у него. Вы же адвокат, вам лучше знать. Пожалуйста, подумайте, как использовать эту информацию. Он может уничтожить документы в любой момент. ТЕЛЕФОННЫЙ ЧА� У нас к вам будет несколько вопросов. Вы позволите? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама! Почему ты целуешь дядю Серёжу? Потому что это твой папа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok